Всем привет, вы находитесь на канале Voice Show и сегодня я вам расскажу, за что стоит любить СССР. В данном видео я назову положительные моменты СССР, не затрагивая минусов, которые безусловно были, как и в любой стране мира. Лично для меня, когда речь заходит об СССР, первым делом в моей голове всплывает это хорошее образование. Действительно, если поднять старые советские видео с комментариями простых жителей, то можно обратить внимание, что речь людей была грамотно поставлена. Любовь, по-моему, прежде всего основывается на духовной какой-то общности двух людей, прежде всего. Ну и потом, если говорить искренне, то, конечно, на какой-то физической, физическом случае. Так заключается, скажем, в юности, тогда еще люди не очень стандартизированы, они еще друг для друга являются некими, так сказать, материками неизвестными, они влекутся друг к другу, вот, и заключают брак. Это напрямую связано с отлично построенной системой образования. Если в дореволюционной России процент образованных у людей был низок, и большинство лиц, имеющих образование, были дворяне, то с приходом большевиков ситуация кардинально изменилась. Так, с середины 1920-х годов создается система дошкольного обучения детей в возрасте от 2 до 7 лет, а в 1930-е года было принято постановление ЦК ВКП о всеобщем обязательном начальном обучении, а в послевоенный период основное внимание уделялось развитию всеобщего среднего обязательного образования. В конце 1950-х годов в стране настал математический бум, повсеместно создавались математические спецшколы, выпускники которых впоследствии сделали большой вклад в развитие советской космической программы. Именно благодаря специалистам в области математики, инженерии, геометрии, физики и так далее, в космос полетели первые космические ракеты и спутники, а в дальнейшем и человек. В это же самое время открывалось множество университетов и институтов, и уже в 1975 году в СССР насчитывалось более 5 миллионов студентов. Недаром считается СССР одной из самой читающей нации. Более того, образование в Советском Союзе было бесплатным, что нашло отражение даже на конституционном уровне. Так, статья 45 Конституции СССР от 1977 года закрепляла право граждан СССР на бесплатное образование всех уровней, от начального до высшего. Студенты получали не только бесплатное образование, но и практический рабочий опыт. Так, в Советском Союзе существовала система стройотрядов, в рамках которой студенты во время летних каникул ездили на различные стройки страны, а также на предприятия. Там они получали опыт, обзаводились кругом новых знакомых и друзей и по окончании учебного заведения получали на месте практики работу. Вообще, у лиц, окончивших институт или университет, не было проблем с трудоустройством. Они либо устраивались по месту прохождения стажировки, либо отправлялись по направлению на предприятие. Иначе говоря, в Советском Союзе существовала система работ по распределению, согласно которой специальная комиссия распределяла выпускников по рабочим местам на предприятиях и в организациях, нуждающихся согласно разнарядке соответствующих ведомств или заявкам самих предприятий. Нередко студенты распределялись в командировку на предприятия в другие города, не по основному месту жительства. Хорошо это или нет, судить вам. Еще одним плюсом жизни в СССР было предоставление гражданам бесплатной квартиры. Это право было закреплено как в жилищном законодательстве, так и на конституционном уровне. Квартиру получали работники предприятий, заводов, фабрик и очередь на получение квартиры, как правило, не превышала семи лет. Современные критики негативно высказываются по этому факту, мол, квартира была маленькой и не очень-то годится для проживания семьи. Однако данные эксперты не берут в расчет тот факт, что в те времена и европейцы не могли похвастаться роскошным жильем. Немцы, итальянцы, испанцы и другие европейские страны зачастую ютились в небольших квартирах, схожих с нашими малосемейками или хрущевками. Также еще одним аргументом является то, что квартиры были на самом деле не бесплатными, а приобретались за счет налогов. Однако вот сейчас также все платят налоги и кто-нибудь получает бесплатно квартиру за работу на заводе? Конечно же нет. Да и вообще рассуждение о том, что квартира маленькая или жить в ней невозможно является абсурдным. Зато сейчас все имеют хорошие квартиры, пригодные для жилья и пожизненное рабство в виде ипотеки. Это, кстати, один из контраргументов относительно того, что вот с развалом СССР к нам пришла свобода. К нам, я имею в виду, постсоветское пространство. А стали ли мы свободны, имея квартиру в ипотеке? Ипотеку мы выплачиваем на протяжении 20-25 лет, находясь по сути в рабстве, лишая себя жизненных радостей в виде путешествий, дорогих подарков, да и вообще вкусной и полезной еды. Беря на себя бремя ипотеки, мы привязываемся к своей работе, трясемся, дабы ее не потерять, поскольку лишившись заработка, мы лишимся квартиры. А теперь относительно продуктов. Недавно я наткнулся на канал, в котором диванный эксперт 2000 года рождения, рассуждая об СССР, сказал, что продукты в Советском Союзе были не очень. Однако этот бред разрушается существованием советских ГОСТов на продукты. Так, согласно советским ГОСТам, в 100 килограммах колбасы содержалось 25 килограмм говядины высшего сорта, 70 килограмм полужирной свинины, 3 килограмма яиц и 2 килограмма коровьего молока. Рецепт плавленого сыра был разработан в 1960 году и включал в себя сливочное масло, молоко, натуральные специи. В соответствии с ГОСТом 2903-78, сгущенное молоко состояло из нормализованного коровьего молока, сахара, сахара, также добавляли какао или кофе. Маргарин делался из растительных жиров, молока, сахара и соли. Ну и куда же без мороженого? Оно выпускалось по ГОСТу 117, принятому в 1941 году, которые готовили с помощью одновременного замораживания и взбивания только натурального молока, сливок, сливочного масла, сахара. Это касается и других продуктов. Популярным аргументом антисоветского времени является наличие очередей в магазинах и ограниченное количество продуктов на полке. И данные аргументы они подкрепляют фотографиями очередей, непонятно где снятых и при каких обстоятельствах. Однако, если вы спросите у старшего поколения, были ли у них проблемы с продуктами, то большинство отвечает, что нет. Мясо на столе было, овощи и фрукты благодаря азиатским регионам и регионам Кавказа на столах советских людей также были. Хлеб было, молоко было, иная продукция также была. Да, не было ананасов и редких экзотических фруктов, но вдумайтесь, как часто вы сейчас себе позволяете что-то этакое экзотическое? Относительно продуктов на прилавках, мы сейчас не берем в расчет период голода в СССР. СССР 1921-1922 года, а также 1931-1932 и 1946-1947 года, поскольку он был вызван объективными фактами. Сначала революции, а затем послевоенным периодом времени. Ну а фотографии, которые имеются в сети, опять же повторюсь, непонятно при каких условиях возникли очереди. Возможно, произошел перебой продукции, либо было мало магазинов на небольшой городок или поселок. Да может быть множество вариантов. Ну а теперь посмотрите на это фото. Нравится? Это очередь за техникой айфон. А это очередь в продуктовый магазин, видимо потому, что товар был по скидке. А теперь представьте, спустя 30-40 лет, люди будут выставлять данные и фотографии у себя на странице и писать. Посмотрите, какие были очереди 30 лет назад за продуктами. Как же люди тогда плохо жили. Качество одежды в СССР также было на высоком уровне. Если кофта, то обязательно из шерсти. Если шапка, то из натурального меха. Никакой синтетики. Ткань была из чистого хлопка, с которым благодаря узбекской фабричной промышленности проблем не было. Ботинки были из настоящей кожи и могли служить долгое время. Некоторые надсмехаются над советской модой, мол она уступала европейской. Только вот зачем сравнивать ее с европейской? Советская мода не копировала чужое, а создавала свое. И к тому же посмотрите на одежду советских людей. И чем она вас не устраивает? Также в СССР были обеспокоены воспитанием и развитием детей. И для этого создавались все условия. Так создавалось множество спортивных кружков и секций. Создавались кружки радиолюбителей, где детей обучали паять и разбирать технику. Дети становились пионерами, где им прививали не только любовь к родине, но и в целом к человеку ближнему своему. Так среди пионеров было множество тимуровцев, безвозмездно оказывающие помощь людям. Кроме того, в СССР было множество детских лагерей, куда дети отправлялись на лето. Там они получили дополнительное образование, ходили в походы, постигали новые знания и обзаводились друзьями. Именно там множество старшего поколения нашли себе друзей, которые были с ними на протяжении всей жизни. И наконец, относительно передвижения и путешествий. Да, нельзя было посещать заграничные страны. Единственное, кто могли это делать, так это советская верхушка. Однако, как часто вы имеете возможность путешествовать за границу сейчас? Только по официальной статистике в России, треть россиян выезжала за границу. А как часто вам удается путешествовать по своей стране? В СССР популярны были бесплатные путевки на курорты Крыма, Сочи, Абхазии и на теплые регионы СССР. При этом путевки давались за хорошо выполненные трудовые обязанности. Ну а на этом все. Не забывайте подписываться на канал, жать на колокольчик и ставить палец вверх. Всем пока! Милее всего, что в советское время и в нашей юности тоже мы не смотрели у кого чего больше. Дружили, когда интересно. И любили, когда влюблялись. За стихи, а не за дорогой ресторан. И вот это все пропало. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!